Друзья, рад приветствовать вас на канале Ренат Строит, а тем кто видит меня впервые добро пожаловать. Приехал сегодня на стройку, в планах у меня сегодня начать делать перекрытие второго этажа. Также хочу выразить вам огромную благодарность за вашу обратную связь после крайнего выпуска. Вы написали очень много комментариев, все читаю. За это вам огромное спасибо. Сейчас я приступлю к работе, а во время перерыва отвечу на ваши некоторые вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сейчас перевязали все стены между собой вторым рядом досока газочный. Вот и сейчас подготавливаем флаги и будем монтировать флаги второго этажа. Саня, ну ты че? Друзья, многие из вас спрашивали про дом. Давайте я вам расскажу немного поподробнее, о доме. Дом у нас строится по каркасной технологии. Размеры дома 6х6 метров. Два этажа. Чистая площадь будет порядка 62-63 квадратных метра. Естественно, все будет утеплено. Полы, стены, крыша, межэтажные перекрытия. Все это будет утеплено. Не бегите впереди паровоза. Спрашиваю, почему не утеплен пол. Будет же холодно. Все это утеплится, но позже. Сначала мы возведем каркас. Заведем все под кровлю. А потом уже все будут выполняться внутренние работы. Утепление, отделки. Вы видите, какая погода. Если бы мы сейчас на данный момент утеплили пол, то утеплитель бы мы просто выкинули и впустую потратили деньги. Вот как-то куча привезенной утеплительной. Многие из вас обращали внимание на такие нюансы, как не снятый обзор с доски. Этим вопросом мы тоже, естественно, занимаемся. Его не оставляем. Помощники этот обзор снимут. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сегодня мы потрудились хорошо. Лагерь второго этажа практически у нас полностью установлены. Погодные условия не совсем дают нормально работать, но мы не отчаиваемся и трудимся. Единственное, лагерь доделаем в следующий раз, но, к сожалению, из-за грядущих морозов, возможно, у нас получится пауза в строительстве дома. Но я знаю, что мы этот дом обязательно построим, и он будет хороший, качественный и красивый. И будет радовать своих хозяев. Спасибо большое Ренату. Да не за что, не за что. Подписывайтесь, пожалуйста, на Рената. Ну, а сейчас мы на этой ноте попрощаемся с Александром, с его отцом. Спасибо большое. Не за что, не за что. И увидимся у меня на участке. Обязательно что-нибудь сделаем. Может быть, какую-нибудь мелочь, а может быть, что-нибудь побольше. Я думаю, у нас Руслан чем-нибудь обязательно накормит. Промокли сегодня насквозь. На улице, как вы могли видеть, идет сильный мокрый снег. Прям очень сильный. Сейчас даже пришлось раздеться. Сидим в машине, немножечко отогреемся и поедем домой. Впереди у нас 200 километров в одну сторону. Впереди у нас 200 километров. Друзья, хочу познакомить вас с Сергеем. Он руководитель благотворительного фонда «Рука помощи». И уже 10 лет помогает людям. У него абсолютно разные проекты. Одна бабушка пострадала при пожаре, и они построили новый дом. Ежемесячно ездят по деревням, помогают людям продуктами, вещами, устраивают лагеря для детей-инвалидов. И даже ездят в Африку. Он оказал большую поддержку мне. Давайте поддержим Сергея подпиской. И передавайте ему привет от Ринат Строит в комментариях. Спасибо вам за это. Друзья, сегодня очень морозное утро, но при этом день ясный, светит солнышко, и у нас хорошее настроение. Сейчас мы ждем Руслана. Руслан где-то уже на подъезде. Загрузим эту будку и поедем. А куда поедем, вы узнаете дальше. Ринат, привет! Привет! Мы тут уже все. Сейчас откроем, подожди. Так. Как раз подъехал Руслан. Вот сейчас вы можете видеть, что он заезжает. Мы сейчас загрузимся и поедем. Приехал Руслан. Сейчас дадим ему лопатную. Руслан. Потихонечку. Потихонечку. Руслан. Мы доехали. Как вы уже догадались, мы приехали к Нине Александровне. Мы к ней приехали не просто так. Все вместе решили поздравить ее с днем рождения. Ребята с канала Сансара. Дима, Валера и Алан уже на месте. Предлагаю пойти поздравить ее. Да. Здрасте. Заходи. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, Оэрис. Давайте, ребятки, заходите. У нас теплый пастор. Ребята, пастор. Заходите, заходите. Заходите. Смотрите, как тепло. Приветствую. Как здорово. Приветствую. Здравствуйте, Нина Александровна. Небольшой сюрприз. Ничего себе небольшой. Это Валерий Евгеньевич, который вам отправлял посылки. Он попросил вам передать. Поздравить вас. Не то, что как в прошлый раз. Это как ее немка. Нет, нет, нет. Как ее немка. Как ее? Меркель. Меркель, да. Нет, нет, нет. Это от него. Нет, нет, нет. Это от него. Он попросил вас поздравить. Ой, ой. Сюрпризы вот такие. Рафаэл. Ой, ну, ребята, я сопьюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Между прочим, из Краснодара письмо пришло. И вот эта там Роуз, она, по-моему, немка, но она 9 лет, когда переехала в Краснодар. Она пишет, я всех перечислила и перечисляют, и Ренат, и вас, всех, ребят, всех поимонно перечисляют. И тебе, всех, всех, всех перечислила. Ну, если я помню. Да. Всех перечислила, говорит, вроде никого не забыла. Вот. Ну, говорит, им огромное спасибо, потому что... А тебе вообще... Да, чего тебе? Золотые руки. Не, 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 обычные, простые. Вот так. Без конкурент. Золотые руки. Простые обычные. Кстати, Ренат не так давно получил премию Человек года в номинации Золотые руки. Да, да, да. Ну, правильно. Вот она так и написала. Ренат, Золотые руки. Да. Ренат, Золотые руки. В моем сторис в инстаграме очень было много вопросов. Что же завернуто в эту фольгу? Что это за шашлык? Ну, и вот ваш ответ. Ответ на мой сторис. Эта картошечка привезена из деревни. Она не покупалась в магазине. Я сейчас нахожусь в доме у Нины Александровны. Ребят с канала Сансара. Дима, Валера и Алан ее забрали и уехали. Приготовили для нее какой-то сюрприз. А мы сейчас с Русланом находимся у нее. Руслан готовит. А я решил немножечко записать для вас. Вот я у нее сейчас в доме. В доме у нее очень хорошо, тепло. Вот. И ждем их приезда. И тоже Руслан там приготовил что-то очень вкусное. Многие из вас пишут мне в инстаграме в директ с вопросами, кому можно помочь из героев. Хочу вам сейчас прямо сказать, что вы прекрасно все знаете, что мы строим дом для многодетной семьи в Калужской области с Сергеем с канала Васи на Сене. И там действительно, если вы захотите помочь, мы будем вам благодарны. Так как для строительства дома нужно покупать еще немало материалов. Это и утеплитель, и внутренняя, наружная отделка, окна, кровля и многое другое. Там нужна помощь реальная. И если кто-то из вас захочет помочь, мы будем вам благодарны. О-о-о! Девятя! Девятя! Денина Александровна, смотрите, как готова. Загадывайте желание. Да, да, да. Загадываю желание, чтобы всем, кто мне помогал, было доброе здоровье, благополучие в семьях. И все их нежелания исполняют. А теперь заберите желание про себя. Про себя. Да, да, да. Загадываю. Все. Ура! С Дома Рождения! Да, да, да. Отличная красота. Да, вот сюда ее. О, при цветочке. Ой, что там только нету? Ну, это шкаф. И надпись. И надпись. А что тут написано? Сансара. Ну, это просто шикмодарм. А вот здесь что написано? Нина Александровна, от Сансара. Нет, с днем рождения. Нина Александровна, от Сансара. Да, от Сансара. Ну, все. И здесь что-то. Ура! И давайте вот и на диванчик, и туда, и сюда. Нина Александровна, у нас очередной сюрприз. Так. И нам, наверное, нужно одеться потеплее, правильно? А зачем? Ну, потому что Валера немного знает, а я чуть-чуть знаю. Вот, поэтому давайте одеваться потеплее, и пойдемте тогда за Валерой. В тайгу. Да. Ну, не в тайгу, но в тайгу. В тайгу. Благодарю. Благодарю. Вот так. Могу. Ну, теперь завтра переволошаться. что все бабки придут и скажут, чего такое, ну ладно. Нина Александровна, как салют? Шикарно. От себя хочу еще раз поздравить Нина Александровна с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. Пусть она будет всегда такой же позитивной, не унывающей. А мы по возможностям будем ей помогать, чтобы она ни в чем не нуждалась. Вот на этом, я думаю, наш выпуск подошел к концу. Мы пойдем кушать торт. Вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки. Всем огромное спасибо. Пока-пока. До новых встреч.